Привлечение граждан за участие в санкционированных собраниях это вещь не новая для Беларуси. И в разные периоды времени она может востряться, эта волна, может уменьшаться. Были случаи, когда у нас задерживали чуть ли не до тысячи человек, скажем, во время электоральной кампании 2010-2006 года. В этом году это своеобразный новый всплеск, который мы связываем с началом президентской кампании. Почему? Это зачищается поле несогласных? Я думаю, что, скорее всего, власти расценили выступления по призыву блогера Тихановского и другие сопутствующие массовые мероприятия, которые потенциально опасны в период избирательной кампании, которые, по мнению власти, могут дестабилизировать ситуацию в стране. И они помнят предыдущие опыты событий 2010-го года, выход людей на площадь после выборов, событий 2017-го года, массовые протесты белорусов против начала применения декрета от униакцев, так называемого. Поэтому, видимо, принято решение, так сказать, превентивно, на дальних подступах, попытаться оказать давление на людей, чтобы они не принимали участие в последующих никаких акциях. Тут еще надо сказать, что сам Тихановский объявил о том, что он будет участвовать в выборах. Я вот хочу по этому поводу уточнить. Вам как кажется, Лукашенко его реально видит в нем конкурента? Нет, я не думаю, что Лукашенко видит в нем конкурента, и вряд ли он видит конкурента в публике еще. Я думаю, что задача власти, чтобы ситуация была под контролем, и не было каких-то выступлений массовых людей. Вот это вот больше волнует Лукашенко, чем, собственно, сам Тихановский. То есть, чтобы не было эффекта, так скажем, снежного пола, когда вышло, скажем, несколько сотен человек, потом тысячи, потом тысячи, тысячи и так далее. Ну, чтобы люди боялись, чтобы они знали, что выходить на улицы небезопасно, что будут какие-то последствия для них и так далее. А вы в Тихановском видите возможного реального конкурента для Лукашенко? При сегодняшней ситуации и отсутствии нормального конкурентного политического процесса в стране как такового, я вообще не вижу никаких конкурентов на сегодняшний день. Валентин, ну и напоследок дайте прогноз. Стоит ли ожидать новых задержаний, возможно, преследований? Ближе к выборам, имею в виду уже. И мы опасаемся, что ближе к выборам и во время выборов в период электоральной кампании ситуация с собой будет улучшаться с правами человека в стране. Не исключаю появление новых политических заключенных, возможно, в том числе среди участников самой кампании. Традиционно у нас это во время фактически каждых выборов происходит, что кто-нибудь из участвующих в выборах потом оказывается в тюрьмах. Такая уж у нас традиция сложилась в стране. Субтитры создавал DimaTorzok